1793 год зима. Состоялся суд над королем Людовиком Капетом, которого называли просто гражданин Луи Капет на тот момент. Над бывшим королем, так как он был уже лишен королевского звания. Ну, значит, преступления гражданина Луи Капета я уже рассказывал. Они начались с того, что в июне 1791 года он пытался бежать в Лотарингию и поднять там контрреволюционное восстание. Как я уже говорил, по сути, именно король дестабилизировал страну. Еще в 1789 году было заключено такое хрупкое соглашение о том, что будет правительство при лидировании в нем умеренных либералов, правых либералов, Миробова, потом Лафайета и прочих. Которые были как бы вот таким весами такими, они уравновешивали, потому что были сильные левые еще в 1889 году. Собственно, левые штурманули Бастилию в свое время. Ну и хотя аристократы бежали за границу, какая-то часть аристократов оставалась, и церковь тоже. Вот для баланса вроде как договорились, что будут балансировать вот умеренные либералы эти самые. Эту довольно хрупкую конструкцию дестабилизировал именно король. То есть они пытались там принять конституцию, которая это закрепит, и вот этот баланс сделает постоянным. То есть вот так они воспринимали, так сказать, нормальное состояние, потому что в Англии тоже, в общем, в основном умеренные либералы правили. Они надеялись, что постепенно все рассосется, часть левых перейдет на умеренные позиции, часть правых тоже на умеренные, и будет такой вот умеренный либерализм. Однако вот король своей попыткой устроить все-таки войну, он вызвал жуткое возмущение левых и все это дело дестабилизировал. Я примерно уже описывал события, да? В принципе, преступник-то он. Именно он первый попытался начать гражданскую войну, которую до того даже левые радикалы пытались избежать, потому что понимали, чем кончится. Они приняли Конституцию, 14 сентября 1791 года Людовик присъедунул Конституцию, по Конституции у него продолжали оставаться какие-то, так сказать, права обследованные, он был глава исполнительной власти. При этом он продолжал переговоры с эмигрантами, эмигранты в Коблинске формировали войска, прямо возле границ Франции формировали войска, и все они говорили, что идут на помощь королю. То есть само наличие там короля в Париже было одним из факторов, который усиливал именно военную активность эмигрантов, так как они хотели, так сказать, спасти короля. В результате выборов в парламенте лидировали в основном левые партии, жерандисты и якобинцы. Из них какое-то время доминировали жерандисты, как я уже описывал. Но, в общем-то, на самом деле и те, и другие считали, что король уже не нужен в таких условиях. На выборах они победили, уравновешивать некому. Правых либералов они там позднее вообще всех вынесли. Людовик сначала заставили сделать министерство из жерандистов, то есть из левых республиканцев. Началась война, которую развязали, по сути, жерандисты уже. Они осознанно вели курс на войну, так как она обострит всю ситуацию. Кроме того, жерандисты были представителями региональных спекулянтов, которым была выгода дестабилизации. Они получат поставки хорошие на военные всякие расходы. Они все хотели, чтобы была война. И они все считали, что Париж зажрался. И через высокие цены, инфляцию, войну они, в общем-то, грабили Париж на самом деле. Жерандисты – это регионалы и спекулянты. Это объясняет всю его их поведение абсолютно. Ладно, в принципе, далее я рассказывал. Людовик опять метался в условиях уже войны. Попытался, отказался санкционировать декрет против иммигрантов и против священников, которые на тот момент не подчинялись революции по наводке Папы Римского. Он пытался дальше, значит, какие-то отношения поддерживать с иммигрантами иностранными государствами. В результате революционные партии короля тупо развели. По всей видимости, 10 августа, которое событие я подробно описывал, это совместное мероприятие жерандистов и якобинцев. Жерандисты усыпляли активность короля, все время обещали ему свою защиту, говорили, что не надо, так сказать, напрягаться, никакого восстания не будет, ничего не будет. Пока они пели королю в уши, якобинцы собрали бригады своих ребят, санкелотов, вооружили их чем попало, штурманули дворец, уничтожили последние верные королю силы в центре Парижа. Смысл штурма дворца был именно в том, что там был гарнизон верный королю, и надо было его уничтожить. Сам по себе король бежал к жерандистам, которые сначала ему, так сказать, обещали, что они его защитят, а как только эти самые верные войска были уничтожены, они короля тут же выдали и провозгласили республику. В данном случае, по всей видимости, имелся сговор левых партий. Значит, Людовика после восстания 10 августа посадили в тюрьму, потом леваки провели выборы довольно быстро, приняли новую конституцию, все это уже рассказывал. В новом парламенте вообще правых не было, их просто вырезали в процессе этих всех событий. В августе-сентябре они вообще уничтожили вот эту вот группировку, которая раньше была посередине, и в какой-то степени их, так сказать, примеряла. Придя к власти левой, считали, что вот выпилили либералов, надо выпилить еще всех и роалистов, надо просто установить левую диктатуру, и это приведет к быстрому прогрессу Франции. Для того, чтобы вынести роялистов, они считали, что нужно судить и казнить короля. Между прочим, вопрос поставили же жерандисты именно. То есть нельзя вот сейчас критику и кабинцев, я ее, конечно, сам читал в оригинале, я буду тоже ее говорить, ее подхватил, конечно, Кропоткин, потом и советские всякие историки, но нельзя считать все-таки жерандистов правой партии. Это левая партия, правда, она выражала определенные интересы, то есть торговые, прежде всего, буржуазии, да, и регионалистов. С чем и связана вот вся ее база, которая ее поддерживала, и все ее действия. На фронте было наступление, жерандисты посчитали, что войну выигрывают, сейчас они там начнут получать дивиденды еще с Германии, там и все такое, развернутся. А французская национальная буржуазия, в общем, охерела, они же к тому же такие люди-то у нас французы, да, пылкие. Поэтому они решили, что нужно короля вообще судить, тем более они там вскрыли сейф 20 ноября, 1792 года, где обнаружили его переписку с иностранными интервентами и иммигрантами, которая окончательно доказывала, что король готовил гражданскую войну, и это он сам во всем виноват. Естественно, французский народ жутко страдал из того, что происходило из-за спекуляции, инфляции и войны, и король для левых был удобной фигуры, на которую можно все переложить. Поэтому суд это был конкретно в их интересах, потому что Франция уже так в полное говно летела, зимой уже голод надвигался и все такое, и еще короля прилюдно казнить. Вообще было хорошее шоу, которое отвлекало народ от того, что на самом деле давно уже другое правительство, и именно оно довело, так сказать, до экономического кризиса, а не Людовик. Хотя Людовик виноват, конечно, в том, что он разжигал гражданскую войну, но это правда. Ну вот жерандисты предложили судить короля, якобинцы поддержали в целом, то есть там вообще парламент состоял исключительно из жерандистов и якобинцев, так что тут все главные партии подписали, и судьба короля была решена. При этом Робеспьер, лидер якобинцев, вылез на трибуну и сказал, что Людовик должен умереть, чтобы жила республика. Якобинцы считали, что стабильности достигнут, когда выпилят всех, кто не левый. Вот тогда будет стабильность, и все будет хорошо. Война прекратится, и внутренние проблемы тоже. Поэтому Людовик должен умереть. Начался над ним процесс. Людовик активно защищался, ссылался там на закон. Ему дали трех адвокатов, между прочим, Мальзерба, Траншеи и Де Сезе. Робеспьер, будучи сам юристом, наставил, что должна быть освободена вся форма юридическая, должна быть доказана вина. Он считал, что достаточно доказательств, чтобы нормально по процессу доказать, что он виноват. Естественно, судил это все-таки парламент, хотя было предложение передать на голосование всего народа. Но потом сочли, что это излишнее. Все это отложат, породит дальнейшие дискуссии. В принципе, народ уже выбрал своих представителей, без всякого имущественного ценза, как я уже рассказывал. У них там самый был демократический парламент по Конституции 1992 года. Поэтому, значит, голоснули они все единоклассно голоснули, что гражданин Луи Капет виноват в заговоре против нации и против общей безопасности государства. По поводу смертной казни у них не было согласия, было много противников, поэтому за смертную казнь они тоже проголосовали. Небольшим большинством, даже вот этот левый парламент, незначительным большинством голосовал за смерть короля. Многие, даже вполне левые, и даже якобинцы говорили, что смерть короля разозлит еще больше Европу, может привести к тому, что Англия вступит в войну, настроит многих против революции, так как сочетут жестокость. У короля ранее превозносили как такого идеального человека, который правит французами. Авторитет какой-то был у короля. Ну, понятно, что у якобинцев авторитет короля был отрицательный. Они говорили, что мы понимаем, что король говно, и давно пора казнить, но вот могут быть вот такие политические секции нежелательные. Ну, вот часть левых про это говорила, и даже не голосовали за смертную казнь. Но все-таки небольшим большинством голосов они приговорили к смертной казни. Вечером 20 января в тюрьме официально Людовику приговор огласили, а именно, что завтра его казнят. Буквально всю ему ночь дали на подготовку к смерти. Людовик написал официальное прошение на три дня отсрочки, написал прошение о свидании с семьей. Ему привели священника, привели ему жену Марию Антуанетту, они встречались. Марию Антуанетту тоже казняют революционеры. Вот они потом, в этом же году, они потом совсем развернутся, будут казнить уже всех, кого только можно. Ну, вот была встреча у него с семьей, его жена так и будет сидеть, пока они ее не казнят. Все, лег спать в половине первого ночи, проснулся в пять часов утра, принял причастие, передал королевскую печать своему сыну и обручальное кольцо королеве и поехал на казнь. Было холодное утро, 3 градуса, январь все-таки, хоть и Париж, густой туман, барабанщики били все время в барабаны, чтобы никто не высказался, 80 тысяч санкюлотов мобилизовали секции Парижа, то есть вдоль всего вот этого пути короля на смертную казнь стояли вооруженные пролетарии и все орали смерть королю. Контроль якобинцев за Парижем был прекрасный. Скоро будут бешеные, о которых я расскажу, то есть анархисты появятся, еще более левые, чем якобинцы. Якобинцы страшно испугаются, потому что представлять интересы Парижа это было исключительно, монополия якобинцев. Довезли его, стало быть, боялись все время, что он убежит. Говорят, был заговор все-таки роялистов, планировали собрать барон де Бац, планировал собрать 300 человек и освободить. То есть, несмотря на то, что там стало 80 тысяч санкюлотов, они надеялись, собрав 300 человек все-таки отбить короля. Заговор был раскрыт и барон де Бац бежал, и нескольких человек все-таки поймали по этому делу. В 10-15 утра карета привела на площадь Революции, которую переименовали. Там возвели ее шафот, Людовик заявил, что он не виноват, краткую речь произнес типа «не виноватая я». Ну, все, его привязали к гильотине, которую недавно изобрели. Ну, говорят, два раза гильотиной били, с первой попытки не отрубили голову. Собравшиеся там, значит, левые, большей части якобинцы все кричали «да здравствует нация, да здравствует республика, да здравствует свобода», били артиллерийский салют, танцевали веселые танцы и всем, значит, показывали голову короля там. То есть отрубили голову, показывали ее торжественно и все там танцевали и пели, что типа «да здравствует свобода, короля теперь не будет». Протокол, кстати, как раз вот этот анархист Жакру писал, то есть вообще ультралевый. В газетах они потом всякие гадости писали, что король там что-то трусил и так далее, но вроде как по воспоминаниям не подтверждается. Хотя, с другой стороны, воспоминания сделаны, когда уже была реставрация монархии и не поймешь, что. В общем, сначала газеты писали, что король там трусил и жаловался и не хотел умирать. Потом, когда снова монархия восстановилась, всякие были воспоминания о том, что король вел себя героически, в общем, хрен этих французов разберешь. Есть еще легенда, что когда значит кровь пролилась короля, подбежал какой-то масон, погрузил руку в кровь и капли крови он брызнул на корону и закричал, что Жак-де-Мале теперь ты отомщен. Дем-Мале это магистр тамплиеров, я рассказывал, что французские короли расправились с орденом тамплиеров, обвинили их в язычестве и черное чем, убили магистра тамплиеров, а масоны себя в том числе их тамплиеров возводили к орденам мистическим средневековья. И вот была легенда, что Дем-Мале он проклял вообще Бурбонов и всю династию эту и всех королей Франции и вот теперь значит вроде как по легенде масоны при убийстве короля кричали, что теперь отомщен Жак-де-Мале. Но в какой-то степени это символично. Французские короли не только против тамплиеров виноваты, они разгромили манихеев тоже еще до тамплиеров, о чем я рассказывал. Они много там делали репрессий против протестантов они тоже устраивали кровавые войны. Во всевозможных репрессиях и деятельности против народа виновата вся эта династия да и сам злый капец тоже. Так что даже если этого ничего не было, то легенда очень красивая как я считаю. Похоронили потом когда восстановилась на какое-то время монархия там построили часовню покаяния и вроде как даже каялись. у республиканцев Франции принято в день казни Людовика собираться на большую пьянку и пожирать там свиную голову. Типа вот победили короля эту свинью и вот они собираются значит 21 января и там едят вот эту голову типа король свиней. Но дело в том что Людовик был толстый и его на карикатурах республиканцы изображали обычно свиньей. Потом они поменяли это свинью на голову теленка и сейчас значит голова теленка. Вот этот клуб головы теленка это на 21 января но кстати скоро будет французские республиканцы пожирают голову животного как бы символизируя что сожрали короля и больше королей во Франции не будет. Смерть Людовика левые надеялись что она страну успокоит но большого эффекта не имела потому что страна уже давно в общем-то без короля жила и их интересовали больше экономические вопросы голод инфляция спекуляция война и так далее но в целом она окончательно конечно революционеров самих скатушек свинтила то есть никаких уже больше у них ограничений не было даже короля убили они себе посчитали что они так сказать вообще молодцы и теперь все говорят что казнь короля повлияла на позицию Англии Англия длительно была нейтральной и даже многие там сочувствовали французской революции но так как тоже Англия же либеральная страна вроде как наши победили во Франции но Эдмунд Бёрк он уже с 90 года против французской революции агитировал я уже про Бёрка сделал отдельный клип объяснил все это дело но вот говорят что именно когда короля уже казнили в начале 93 года то Англия тогда вступила война против Франции потому что в Англии тоже был король и как бы они уже сочли что тут уже не либерализм умеренный как у них а уже какая-то херня пошла но надо сказать что англичане тоже когда-то казнили своего короля так что могли бы и понять эту ситуацию ну в общем так или иначе смерть Людовика никого не успокоила но наоборот радикализировала общество такое нужно сделать вывод зимой же 1793 года произошел второй раздел речи посполитой на самом деле реальное поражение Польши было в 1792 году как я рассказывал дальше уже пошли последствия ну я рассказывал что в 91 году в Польше тоже произошла революция провозгласили конституционную монархию правда при поддержке самого короля и было достаточно единое польское общество Россия как обычно поддержала местных реакционеров и пользуясь прикрываясь этими реакционерами которые были против революции она ввела войска разбила войска польских патриотов где-то за 2-3 месяца учитывая что вообще войска в Польше были слабые да еще там часть была предателя оккупировала она Варшаву однако ничего она не восстановила как эти реакционеры хотели кто за Россию там выступил и Россию позвал они просто хотели восстановление старых порядков никаких старых порядков Россия не собиралась восстанавливать она собиралась присоединить Польшу против этого выступила более-менее Пруссия Пруссия кстати революционеры польские рассчитывали что Пруссия поддержит но она не поддержала а у России она потребовала отступных вот за то что Пруссия не поддержала революцию польскую она потребовала территории поэтому 23 января 1793 года подписала Пруссия и Россия подписали договор о втором разделе речи посполитой а марионеточное правительство Польши они просто проинформировали и те проштамповали то есть в Польше никакой реально независимости не было с лета 1792 года марионетки просто подписывали все что им там Россия давала реально Польша правила Россия решила она с Пруссией поделиться значит по второму разделу Россия получила белорусские земли до Сбруча и Пинска опирая на то что там православные восточную часть Полесья украинские области Подолье и Волынь то есть правобережную Украину после этого всю весну они там эту правобережную Украину переустраивали сделали там новые губернии и все такое интегрировали короче Пруссия же получила как раз этнически польские территории ярко выраженные Великая Польша Данцик Тарунику Яви Мазовия это все реальные поляки но Пруссия на тот момент уже декларировала что они государства и немцев и поляков было у них такое ну в общем вот хотели там некоторые жить в европейском государстве вот они будут жить не в Польше а в Пруссии как в европейском государстве оставшаяся территория была на самом деле под русской оккупацией под русским протекторатом был подписан договор о вечном союзе по которому Россия могла вводить войска вот в этот оставшийся кусок это Россия это марионетки сидят по типу Лукашенки Россия по официальному договору с этими марионетками могла туда вводить войска когда хотела просто а Польша ничего не могла и даже вот на этой маленькой территории было ограничено количество польских войск не более 15 тысяч и так далее то есть навязали им всевозможные там договора неполноправные по сути это вот просто была зависима от России территория кусок который остался составлял примерно треть от речи посполитой в 1772 году то есть остались какие-то огрызки от Польши правда они включали и Польшу и Литву все еще то есть Литва как бы считалось ядро этого государства ее не делили это ненадолго потому что поляки опять восстанут и после восстания их опять поделят уже до конца и никакой там даже такой фиктивной независимости не будет при этом разделе огромное количество евреев вошло в Россию ну в общем уже Екатерина до раздела подготовила закон о черте оседлости о котором я говорил поэтому к интеграции евреев они тоже были готовы но евреев они решили так интегрировать что они их в черту оседлости заплючат и там будут уже их регулировать по возможности так сказать в какие-то города их там сбивая и вот там их контролируют чтобы евреи где-то вот так были на глазах но потом они еще хуже будут конечно против евреев мероприятия наличие евреев Российской империи не устраивало эту империю прямо до самого конца даже последний царь Николай был антисемитом и продолжал всякие законы пограничения евреев придумывать но об этом я уже говорил в хронике начала 20 века